Вот мы и дожили до третьей серии Блича. Разбирать её будет просто и тяжело одновременно, а всё потому, что сцены в аниме и манге идут в разном порядке. Они не очень сильно изменились сами по себе, но такой эффект перестановки куда лучше выглядит на экране. Поэтому просто примите тот факт, что все события идут примерно параллельно. И начнём разбор мы с вырезни. В самом начале серии, во время собрания капитанов, вырезан момент, где Майюри рассказывает, что ГТ-13 не знает, как Винси вообще попали через духовный барьер с Рейтея, и что они могут запечатывать банкай. Сразу после этой сцены по манге идёт сцена с лейтенантами, которые за дверьми ждут окончания собрания. Вырезано целых пять страниц манги с диалогами и внутренними тёрками между лейтенантами. Кира же, изложив свои мысли о том, что души пропадают по вине одного из отрядов, задаёт вопрос Нему, лейтенанту Куруцочи Майюри, которая не желает отвечать. Далее все сцены боя с килги Опи и сцены с шинигами переставлены местами, чтобы было как можно меньше перевивок. То есть нам сначала показывают бой, потом шинигами, потом продолжение боя, а не вперемешку. Также вырезаны мысли Ичига о том, что враг скорее всего знает его по бою с Эберном. Хотя это не так. После того, как килги используют фоль... Ладно. В том видео я обещал называть эту способность Квинси Банкой. Килги юзает Квинси Банку, и следом из аниме вырезаны мысли Орихиме, которая говорит, что совсем не чувствует увеличение реацию после Квинси Банки. А что значит отсутствие увеличения реацию, вы и сами расскажете в комментариях. Будет вам домашнее задание. Кстати, не забывайте подписываться и ставить лайки, ведь они помогают в продвижении видео. Ичига в аниме лишь вскользь упоминает, что про Лец Штиль ему рассказывал Урахара. В манге же объяснению, что это такое, посвящены целых две вырезанные страницы. Как хорошо, что я рассказал, что это такое в обзорном ролике. Про силы Квинси. Подсказка сейчас всплывет справа сверху. В бой Ичига и Килге вмешивается Айон, созданный из рук Трес Бестия. И только в манге они предупреждают, судя по всему, не враждебного шинегами с рыжей шевелюрой, о том, что Айон лупит всех, кого увидит, и может завалить ненароком. Далее следуют сцены с Исидой, которых не было в манге вообще. Еще когда я разбирал в трейлере эти кадры, то говорил, что именно они подтверждают слова Куба из интервью, о том, что будут добавлены дополнительные сцены, лучше раскрывающие сюжет. Именно вот этого вот, самостоятельного расследования Урю, и не хватало манге. Ведь там, после того, как он отказывается идти в Уэкомунда, Куба будто бы забывает про персонажа на почти 100 глав, чтобы внезапно вновь его сделать главной фигурой. Так что, да, и сцена в библиотеке, и проникновение в кабинеты отца. Все это новые каноничные сцены. Также вырезана совсем ненужная для сюжета сценка из манги, где во время подготовки к защите Сэра Итея, Рюноски и Шина приходят не туда. И Шина, показывая свой цундеристый характер, взрывается из-за того, что Рюноски слишком долго сидел в туалете. В этой же сцене Шина не наезжает на Рюноски из-за вопроса, почему им приходится воевать с Квинси. А сама задается вопросом, а почему же? Диалог Куроцучи Майюри с главнокомандующим Ямамото не претерпел изменений. А вот продолжение боя Килге с Айоном, да. Когда Айон изо всех сил калашматит Килге, в аниме Рихиме вскрикивает, а Чат хмыкает. В манге же Чат говорит, что Айон чересчур жестоко обходится с врагом. Ой, Айон тупое безмозглое существо, что с него взять? Когда же Килге использует склаверей и начинает с огромной скоростью поглощать рейши, Айон поглощается полностью, при этом у нас тут то, чего Куба обещал не делать. Цензура! И действительно, сам процесс разборки Айона по частям в аниме очень сильно сокращен, а момент, где обнажаются кости, вообще длится лишь долю секунды. В манге же это полноценных две страницы со смакованием каждой детали, как отрывается верхний слой кожи, обнажаются кости, а потом и они превращаются в труху. После этого в манге Сюн Сун скрывает себя, Милорозу, Арихиме и Чада под иллюзорным барьером под названием Муда, где Милороза узнает в Арихиме ту девушку, которую приютил у себя Айзен. В аниме же она ее будто бы вообще не узнала. А еще цензура номер два. Айон поглощается с клаверей очень жестоким способом, но при этом точно такие же духовные тела, Милорозы, Арихиме и Чада, разрушаются синеватым блеском. В манге же у них натурально слезала кожа или тело-кровь. Чуть дальше вырезан кусок сцены, когда Шенигами видят стоящего на царейтеем Яхве и говорят, что он по другую сторону барьера, и им ничего не угрожает. Про то, что появившиеся столбы света из Рейши в манге говорит шестой офицер Каджомару. В аниме же руки Акучики. Кстати, она не говорит Кацуваки и Кионе о том, что рванула к столбам, потому что там должны быть командиры армии вторжения, как было в манге. Ямамото в аниме тоже, кстати, молчит и не говорит третьему офицеру своего отряда Геншира Акикибы защищать казармы. Видимо, для динамики момента. Ради этой же динамики вырезаны переговоры офицеров третьего отряда. Тут их только показали и надписями указали их ранг. Запомните этих ребят. С косичкой третий офицер Рику Токагуши. В очках и каске пятый офицер Токитсуна Гори. И, наконец, манерный шестой офицер Аска Катакура. Кстати, пресса в комментариях лейтенанту Кири. Его смерть в аниме эпично выглядит, прямо как в манге. Собственно, именно Рикки Токагуши снес голову Базби при помощи одного пылающего пальца. На этом серия кончается, но в 494 главе есть еще одна страница, где в бюро технологического развития Акон подсчитывает, что за семь минут вторжения погибло почти тысяча шинигами. Из них один лейтенант и еще три офицера из его отряда. Вы хотите, чтобы я рассказал о впечатлениях? Да вы сами можете их увидеть. Ведь если вы смотрите это видео сразу же после выхода, то, возможно, мы еще смотрим со зрителями Блич на стриме. А если вы не успели, то всегда можно посмотреть запись. И не забывайте приходить по вторникам в 20.00 по московскому времени. Ссылки есть все в описании. Ну а если говорить в целом, то в серии много динамики. Сцены переставлены в нужном порядке. Немного цензуры с Айоном скомпенсировано оторванной головой офицера Рику. Так что я доволен и жду следующей серии. Ну а на сегодня всем удачи и всем пока.